Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свои последние покупки косметики, какие-то новинки свои. Есть у меня декоративная косметика, есть немножко ухода. В общем-то, если интересно, то продолжайте смотреть. Начну, наверное, с того, что сейчас у меня на глазах. Это вот такая вот гелевая подводка от ELF. Называется она Cream Eyeliner. И это типичная гелевая подводка, но очень-очень бюджетная. Я заметила, что в последнее время очень многие блогеры ее хвалят. И вообще, в принципе, она появляется довольно много где. Решила попробовать, потому что стоит она около 3 долларов, по-моему, там на Beauty Joint со скидкой получается 2 с копейками. В общем-то, очень бюджетно. Бюджетнее уже дальше, наверное, некуда. Чего я боялась, так это того, что она будет либо отпечатываться, либо размазываться, либо что-то с ней будет происходить такое, что не очень красиво смотрится. Но вот эта подводка меня действительно очень сильно удивила. Она стойкая, она насыщенная, с ней приятно работать. Она такая маслянистая, очень легко скользит по веку, довольно быстро схватывается, поэтому работать с ней нужно довольно быстро. Иначе она начинает подсыхать и уже как бы тянуть века. Но в то же время, если вы ее набираете и вот так вот довольно быстренько подводите глаз, то это просто уникальный продукт, который стоит очень дешево, но в то же время очень-очень хороший по качеству. Что меня также порадовало, она не отпечатывается на веках, хотя у меня новейшие веки. И что еще? Не размазывается, не течет. В общем-то, сплошные хвалебные оды ей. Следующий продукт тоже сейчас на мне, но вы его не совсем увидите. Это тушь Too Faced Better Than Sex. Эта тушь тоже сделала какой-то взрыв просто на YouTube. Даже сейчас Too Faced назначили Dulce Candy, это известный американский блогер, послом этой туши. То есть она постоянно как бы носит ее у себя на ресницах, рекламирует. И в общем разные рекламные кампании с ней. Ну, в общем-то, это не важно. Смысл в том, что тушь должна быть очень объемная, вернее, создавать очень объемные ресницы. И я, когда вот ее хотела попробовать, у меня, кстати, это Dulce такая версия, Минка, и мне она досталась с каким-то моим заказом. И я была очень этому благодарна, потому что вот полноценная версия стоит дорого. И мне хотелось сначала попробовать такой нашумевший продукт перед тем, как определяться, стоит ее покупать или нет. Сами по себе ресницы у меня очень короткие, абсолютно невзрачные. И когда я ее только открыла, посмотрела на щеточку, в первую очередь меня очень удивила щеточка. Зачастую все щеточки для туши очень такие как бы сбитые. То есть, ну да, есть ворсинки, там неизвестно от того, из натурального ворса они или из пластмассы они сделаны. Но тем не менее, они какие-то все сбитые. Эти ворсинки видно какую-то четкую форму щеточки. Здесь же у меня такое впечатление, что эту щетку так хорошенько понасиловали сначала. То есть, эти ворсинки торчат вот так вот просто в разные стороны. И я еще на нее посмотрела и подумала, боже, неужели этим можно как-то красиво накрасить глаза. Но, к моему удивлению, вот именно форма этой щеточки, наверное, здесь решающая. Потому что из-за того, что у нее вот так вот в разные стороны торчат эти ворсинки, все волоски, как бы все реснички обхватываются с разных сторон и покрываются тушью. Вот это такой уникальный продукт, действительно, который со всех просто сторон старается захватить ваши реснички. Действительно, после первого нанесения очень хороший объем. Она не осыпается, она очень красиво смотрится. В общем-то, я ей очень довольна. Но стоит она бешено, просто дорого. И с тем курсом доллара, который сейчас в Украине, это просто петля на шею. Но я подумаю, я очень хорошо подумаю. Буду еще пользоваться этой минькой. Кстати, если увидите где-то какие-то наборы, зачастую в наборах они идут дешевле. Например, вот такая Deluxe версия туши, или карандаш, или помада, там к нему разные есть наборы. То вот эта вот Deluxe версия, по-моему, здесь 3 четвертых вообще объема натуральной. То есть она очень большая. Кажется, что тюбик маленький, но на самом деле продукта там очень много. Я точно напишу, сколько в этой Deluxe версии, а сколько в оригинальной. По-моему, я смотрела, там разница совсем небольшая была. Но в цене они сильно отличаются. Поэтому, если будут попадаться наборы, то обращайте на них внимание, потому что намного дешевле получается так покупать. Еще тоже я не устояла и все-таки заказала себе вот такую вот палетку от Sleek для контурирования. Выглядит она вот так вот. Именно в этом оттенке или в оттенке Light, я уже точно не помню. Я разыгрывала вот эту палетку у себя на канале в декабре. И вот она мне настолько сильно понравилась по своему внешнему виду, что я решила и себе такую взять. Палетка очень неплохая. Вот действительно такой хороший, бюджетный вариант для того, чтобы вот все в одном было. Вот все, что нужно для контурирования, чтобы было в одном. Мне очень понравился... У меня, кстати, оттенок это Fair. Мне очень понравился оттенок скульптора. Он такой вот серо-коричневый, но в то же время не совсем уже такой холодный-холодный, который выглядит порой даже грязно на лице. Особенно если светлое лицо, вот действительно если оттенок Fair, то вот такой вот совсем серый, уже коричневый, он выглядит грязно на лице. Этот имеет совсем-совсем чуточку такой вот теплоты какой-то, по крайней мере у меня на лице. Но выглядит это намного более натурально, чем очень холодный скульптор. Я это знаю, потому что многими пользовалась. И вот такие настоящие холодные выглядят на мне как раз-таки очень плохо. Хайлайтер тоже потрясающий, очень деликатный. Ничем-то мне напоминает Mary Lou. Mary Lou, конечно, это более такой ух, такой хайлайтер, в общем-то, ну скажем так, без внимания, который не останется. Этот немножко более деликатный, но тоже очень интенсивный. И румяна. Румяна очень мне понравилась. Я в последнее время как-то вот начала попадать в точку с румянами. До недавнего времени я вообще румяна не пользовалась. Мне казалось, что после того, как я наношу тональную основу, румяна снова возвращают красноту, которая меня раздражает, в первую очередь, на лице. И я не пользовалась румянами, но эти румяна, конкретно в этой палетке Fair, очень интересные. Они розовенькие, но они больше создают такого золотого сияния какого-то красивого на коже. Это красиво как для видео, так и для обычной жизни. Это очень красиво смотрится при дневном освещении и очень-очень-очень красиво смотрится при вечернем освещении. В общем-то, да, я безумно довольна этой палеткой. Всем ее рекомендую. Если у вас кожа не совсем-совсем светлая, то лучше берите, наверное, Light. Там оттенки более будут подходящие для вас Fair. Она все-таки для таких вот очень светлых, либо для зимнего периода. Вот сейчас я вообще бледная-прибледная, поэтому для меня сейчас этот оттенок очень хорошо подходит. Еще недавно заказала себе консилер Maybelline Fit Me. Этот консилер я заказала после рекомендации своей подруги. Она от него была в восторге. Говорила, что очень классно перекрывает синяки под глазами, что хорошо подходит для того, чтобы скрывать какие-то недостатки на лице. Я заказывала, сразу скажу, я его покупала не просто в магазине, там, в Одессе где-то, а я его заказала с сайта beauty.com. И вот не знаю, возможно, вся причина... Ну, забегая вперед, скажу, что консилер этот мне не очень понравился. Я в нем не нашла чего-то такого просто божественно потрясающего. Но к чему я, собственно, рассказывала предыдущую историю. Maybelline, судя по всему, обновили линейку Fit Me. И сейчас они выпустили тоже два варианта тональной основы. Первая для... Которая имеет сияющий финиш, то есть для нормальной сухой кожи. И вторая, которая идет для жирной комбинированной кожи с матом и финишем. В общем-то, заказала я этот консилер, который, судя по всему, ну, как я так полагаю, он, наверное, уже был обновлен. Не знаю почему, но мне этот консилер просто безбожно сушит кожу под глазами. У меня такого уже давно не было, чтобы настолько сильно мне было некомфортно с ним под глазами. Перекрывает, вот здесь ничего не скажу, перекрывает на 5 с плюсом, ничего не видно, все скрыто, но под глазами это какой-то кошмар. Он скатывается у меня во все морщинки, как бы я ни наносила, как бы осторожно ни наносила, как бы не растушевывала, очень сильно скатывается, засыхает в морщинках, потом я это поправляю, он опять скатывается, опять забивается в морщинки. В общем-то, под глазами идет себя просто отвратительно. Я решила все-таки не опускать руки и найти ему какое-то применение, потому что продукт новый, ну, как бы жалко его вообще им никак не пользоваться. И для меня он хорошо работает в плане такого, как бы, хайлайта матового на лице, то есть если я наношу его вот в эту зону, на подбородок, на лоб, хорошо это растушевываю вместе с тональной основой, получается очень красиво. Дополнительное покрытие консилер этот дает, и центр лица начинает выглядеть, ну, просто вот как с картинки какого-то там, я не знаю, с обложки журнала, как будто отфотошоплено полностью. Сейчас у меня его нет на лице, я, кстати, забыла им сегодня попользоваться, наверное, зря, надо было вам показать, как это выглядит. Но тем не менее, вот на какие-то тоже проблемные места, вот мне тоже нравится, как он работает, потому что покрытие у него действительно хорошее, но под глаза вот как-то вообще мне не пошло, не знаю почему. Но тоже консилер Instant Age Rewind, тоже от Maybelline, мне намного больше понравился. Так, в плане декоративки это все, еще осталось у меня два средства по уходу. Оба средства от Michael Todd. Давно я уже не пользовалась этой маркой, и вот как только она вернулась в мою жизнь, я поняла, что все, чем я пользовалась до этого, все просто должно улететь в мусорку. Не знаю почему, Michael Todd это вот действительно моя марка. Вот что бы я ни пробовала, все, ну, вроде как нормально, ничего плохого не делают, ничего сверхъестественно хорошего тоже не делают, ну, как бы увлажняют кожу. Какие-то средства, ну, там, борются с какими-то высыпаниями, там, и так далее, и тому подобное. Но как только я попробовала снова сыворотку, о которой я немножко расскажу позже, я вот поняла, что мне очень сильно не хватало, конечно, Michael Todd. Ну, давайте начнем не с этого, начнем с первого средства. Я заказала вот такую вот мини-версию. У них, кстати, на сайте сейчас можно купить отдельно тоже мини-версии. Если вы сомневаетесь, то можно попробовать сначала какой-то тестовый набор, либо каждый из средств можно купить в мини-версии. Но, тем не менее, мини-версия это 50 мл, хотя кажется, что упаковочка маленькая, но здесь 50 мл, а здесь 30 мл. Все, в общем-то, обмангла, все сделано для того, чтобы вам казалось, что вы покупаете многое. На самом деле, можно, наверное, еще меньше сделать, но тогда уже будет казаться, что вы вообще заплатили деньги ни за что. Тем не менее, это очищающее средство для лица с H&E кислотами. Я вообще очень сильно люблю кислоты, и мне кажется, для моей кожи они очень хорошо работают в плане очищения, в плане, как вообще в целом выглядит кожа, и также в плане того, что кислоты помогают мне бороться с высыпаниями, с акне. Эту умывалку, честно говоря, я еще до конца не распробовала. Вот что мне не очень нравится, так это то, что она вообще не мылится. Вы ее наносите, вот я ее наношу на ладошку, довольно много раз, много помп я использую, наверное, 5, 6, может даже 7, и после этого растираю между ладошками, наношу, и она превращается как будто в такую жирную эмульсию какую-то на лице, хорошо очищает, здесь никаких претензий нет, и тоже очень хорошо смывается, жирной пленки никакой после нее не остается. Но вот из-за того, что нету такого эффекта вот этого мылящегося, мне кажется, что как будто средства не хватает, и мне кажется, мне хочется каждый раз добавить еще. Это, наверное, чисто психологический момент, и может быть даже и хорошо, что оно не пенится, потому что в противном случае здесь бы, наверное, СЛС было, а Майкл Тодд – это органическая марка, причем очень хорошая органическая марка, которая в составе даже воду не использует. Все средства делаются на основе даже каких-то соков. Вот, например, здесь сок алоэ – это главная составляющая. Если в обычных кремах и каких-то средствах это вода – первый ингредиент, то здесь это сок алоэ. И, в общем-то, да, вот в плане очищения, в плане того, как вот лицо выглядит после этой умывалки, никаких претензий нет, но мне кажется, что расход у нее будет большой из-за того, что оно не мылится и как-то не распределяется вот как-то по лицу, вот так бы, как вот, как наши типичные средства, если можно так сказать. И еще купила сыворотку. Я в огромном восторге от сыворотки МТ-Окс. Она просто напрочь поменяла мою кожу. У меня была очень проблемная, просто прыщ на прыще вот так вот кожа. После того, как я начала пользоваться сывороткой МТ-Окс, у меня кожа сразу поменялась. Буквально прошло там, не знаю, неделю-полторы, и вот кожа полностью очистилась. Были даже дни, когда мне вот не хотелось даже наносить косметику. Я смотрела на себя в зеркало, и я просто видела, что кожа красивая. Вот редко бывают такие моменты, но тем не менее, пользовалась я этой сывороткой, наверное, где-то год, и она перестала на мне работать. То есть я заметила, что через год у меня снова начали появляться высыпания, снова вернулись те же проблемы. Я обратилась к Майкл Тодд, они мне сказали, что сыворотку лучше менять каждые полгода, иначе она может перестать работать. Я забросила это дело и перешла вообще на какие-то другие марки. У меня было и 100% Pure, и там Faberlic, и что у меня там только не было. В общем-то, много марок. Доктор Си я пробовала, много-много было ухода за этот год, и не было чего-то такого вот революционного, чтобы я им попользовалась, и поняла, что вау, вот кожа действительно изменилась к лучшему. И как-то вот в один из разов клиенты через Симплум заказывали Майкл Тодд, и я решила, что надо присоединиться к заказу, надо тоже что-то себе взять, и я решила взять из всех сывороток, которые у них есть, а, кстати, у них сейчас ассортимент очень сильно увеличился, по сравнению с тем, что было 2 года назад, когда я первый раз попробовала эту марку, я взяла, в общем-то, сыворотку с гиалуроновой кислотой и витамином С. Просто шикарная вещь. Вот я не знаю, мне кажется, что это вот моя любовь, на ближайшие полгода это точно, потом, наверное, надо будет менять на что-то другое, но это просто потрясающее средство. Вот один раз, первый раз я ее получила, эту сыворотку, нанесла на лицо, легла спать, я проснулась, и я себя не узнала. Вот честно, это абсолютно никакая не реклама, я это все покупаю за свои деньги, мне это никто не присылает на халяву, скажем так. Я трачу эти деньги сама, и я вижу, что есть результат, потому что что бы я ни покупала сама, или что бы не присылали на обзоры, ну вот оно работает, но нет какого-то вот действительно видимого, такого серьезного эффекта. Здесь он есть, и если у вас есть возможность, обязательно что-то попробуйте от Майкл Тодд, особенно, особенно сыворотки и маски. Это самые, наверное, такие сильные их стороны, они как раз проявляются в сыворотках и в масках. Маску я люблю, вот эту пампкин, она тоже, ее можно использовать раз в неделю, раз в две недели. У меня кожа после нее просто сияет, вот действительно сияет, красивая, подтянутая, сияющая, ну, я не знаю, сколько я еще могу объяснять про эту сыворотку, но очень она мне понравилась. Наношу я ее сугубо на ночь. Как и все средства с кислотами, их лучше не использовать днем, потому что кожа становится намного более чувствительная к солнцу. Ну, как средства на ночь, 5 с плюсом, я не знаю, 10 с плюсом, наверное, по эпидемальной скале. Ну, вот и все, это все были новинки за последнее время. Надеюсь, что вам было интересно смотреть видео, вы, может быть, что-то новенькое для себя узнали. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях, постараюсь вам на них ответить. И на этом буду заканчивать. Увидимся с вами в следующем моем видео. Пока!